Приветствую коллеги, это Тип Милл Аналитика и с вами я, Артур Радиатурин. Вчера у нас состоялось заседание ФРС, выступал глава Центрального банка США Джереми Пауэлл. К его выступлению было приковано очень много внимания, потому что, как вы знаете, у нас некоторое время, примерно 2-3 недели, упорно вверх двигается доходность по длинным облигациям. Облигация Минфина США и это беспокоило рынки. Собственно, вчера ожидали, что глава ФРС Джереми Пауэлл выразит нормальную беспокоенность этим явлением и даст сигнал на то, что ФРС будет бороться с тем, что стоимость заимствований долгосрочных растет, и это не является нормальным для текущего экономического восстановления, и ФРС примет участие, чтобы корректировать траекторию собственной доходности. Но, вчера у нас Пауэлл четко сказал, что рост инфляционных ожиданий, которые отражаются на движении и номинальных процентных ставок вверх, не беспокоит ФРС и ЦБ не собирается сдерживать рост номинальных безрисковых ставок. Собственно, главный аргумент это то, что инфляция, по мнению Пауэлл, она, будем так говорить, временная, все вот это инфляционное давление, которое есть, оно временное. Вот, например, мы можем отметить, что вот если у нас будет какое-то временное увеличение инфляции, если оно будет, ну, если сейчас происходит какое-то временное увеличение инфляции, то нужно быть терпеливым, то есть не трогать монетарную политику, дать, собственно, инфляции порасти. Затем, затем, и среди других вот заявлений, которые дали четко понять, что вообще сейчас волнует ФРС, это, например, рынок труда, Пауэлл заявил, что Центральный банк хочет увидеть, что вот наметился рост зарплат, наметилась инфляция зарплат, тогда это будут позитивные явления, которые заставят что-то вообще в политике менять или думать об изменении в политике. Значит, собственно, опять же, да, вот мы видим про инфляцию. Вчера, да, было заявление, вероятно, что усиление инфляции, увеличение будет, вот, это такая акция, одноразовая акция, она вот увеличится, но постоянного инфляционного давления нет. Затем, затем, что касается вот роста стоимости номинальных ставок, да, то, что касается рынка бандов, да, мы были бы обеспокоены, если бы было бы какое-нибудь более масштабное, более распространенное, уже распространенное повышение процентных ставок. То есть не только вот изолированное на рынке казначейских облигаций, но вот и где-то еще, если бы это явление происходило, если бы они наблюдали, что ставки по кредитам растут везде, всем участникам рынка, корпорациям, ипотечным заемщикам и так далее, всем становится тяжело и дорого заниматься, тогда, да, пресс бы вмешался, как-то противостоял это явление. Пока-пока мы видим вот движение только в дальнем конце доходности, рост, как мы видим, стремительный происходит, если бы посмотреть на, собственно, последние дни, у нас вот здесь происходил рост, да, о котором мы с вами говорили, до уровня 1,50, потом пошла стабилизация, вместе с этим успокоились и фондовый рынок. И вот вчера, вчера у нас произошло выступление Павла, и чтобы как бы связать, связать воздействие его комментариев на фондовый рынок, на рынок бандов, и затем связать по цепочке дальше воздействия на фондовый рынок, я привожу следующий график, это вот то же самое, вот что мы вот здесь видим, вот здесь, только вот я наложил еще, получается, фьючерс NASDAQ, да, ну, бенчмарк, будем так говорить, один из бенчмарков фондового рынка. Вот, собственно, что мы видим, два графика, да, представленные, и вот вчера у нас поступает Павла вот здесь, вот, пожалуйста, его комментарии, следует, вот примерно в это время, и у нас происходит взлет, собственно, доходности по десятилеткам, ну, и коррекция, резкая коррекция вниз, собственно, NASDAQ, тех секторов, да, получается. Собственно, действительно, мы можем видеть, что мы можем видеть дальше, что движение коррекционное вниз на фондовом рынке, оно проистекает конкретно вот из роста доходности. Оно и до этого, две недели назад было, когда вот этот подъем был, до полтора процента двигались, да, доходность десятилетних казначейских облигаций. Собственно, и затем вот сейчас повторно мы видим, да, опять происходит взлет, опять происходит коррекция. У нас есть, да, вот еще раз, есть конкретно уникальный рыночный феномен, это движение в процентных ставах, которое, волатильность, которая там создается, она перекидывается, уже по отработанному сценарию, да, она перекидывается на рисковые активы и вызывает их коррекционные движения. У нас есть уникальный, конкретно вот такой идеосинкратический риск для фондовых активов, это волатильность, волатильность именно процентных ставок, длинных процентных ставок по длинным облигациям. Они как раз-таки вызывают коррекцию. Что касается вообще вот экономических ожиданий, да, ожидания по поводу, как экономика будет развиваться, она наоборот говорит за рост, за рост фондового рынка. Просто когда у нас вот происходит вот волатильность в ставках, она вот так вот заставляет и фондовые активы корректироваться. Ну, я приводил две причины, как вы помните. Во-первых, когда у нас растет безрисковая ставка, как бы растет у нас стоимость заимствования, кредитные ставки по идее как бы должны расти, то есть перекинуться должен, перейти должен этот эффект на остальные кредитные рынки, в том числе для компаний вырастет стоимость заимствования. Если им дороже занимать, значит риски у каждой отдельно взятой компании растут, потому что доступ к кредиту, да, становится более дорогим. Поэтому это фактор вот того, что нужно продавать. Ну и второй момент, почему я вывел NASDAQ. Да, мы говорили с вами, что у нас есть банды, это актив, и есть у нас техсектор акций, тоже это вот актив, это акции, да. Значит, так как по бандам у нас очень большая дюрация, очень растянуты платежи, вот эти купоны, которые получают инвесторы, владеющие облигацией, так они очень сильно растянуты во времени, и у техсектора в акциях, там также платежи растянуты во времени, получается у них обоих высокая дюрация. Это активы очень друг на друга похожи по этим потокам платежей, да, вот по тому, как доходности в течение времени поступают, реализуются. Так они похожи, у нас движение по бандам вниз, они хорошо падают, инвесторы в акциях, в частности в техсекторе, в NASDAQ, они видят, что банды падают, то нужно как бы купить еще немножко бандов, они хорошо упадут, зачем как бы держать акции техсектора, которые так перекуплены. Банды хорошо скорректируются, давайте их немного возьмем. Продают, получается, акции техсектора, покупают банды, это и вызывает вот движение вот такое вот, собственно. Да, и балансировка. Вот два вот этих есть канала, посредством которого влатильность, рост, сильный рост доходности длинных облигаций казначейских, они влияют, их эффекты распространяются на фондовые рынки, в частности на техсекторы. Ну, собственно, мы можем видеть, что, опять же, вы вчера посмотрите, был скачок процентных ставок, да, вверх, и что мы видим? У нас наибольшие, наибольшие потери как раз-таки понес NASDAQ, да. Больше двух процентов он скорректировался, по S&P 500, по DOO мы видим, по RASO 2000 мы видим, ну, более-менее умеренную реакцию. Сегодня также, да, он остается подавлением. Ну, это не показательно, мы говорим вот конкретно, а вчера, что дни. Был скачок, сильнее всего пострадал техсектор. Возвращаясь к нашему рассуждению, это происходит, потому что там как раз-таки наиболее близкие родственники, грубо говоря, и, да, вот, инвестиционные субституты, заменители, да, будем так говорить, для бандов. Вот, собственно, поэтому такие вот и происходят у нас движения. Вот что нужно иметь в виду? По доллару, да, соответственно, у нас обратно пропорциональная реакция, доллар вверх, фондовые активы вниз. То же самое получается. Если мы посмотрим, вот так же наложим вместо фьючерса NASDAQ, если мы наложим здесь доллар, можно видеть, что со взлетом доходности тут же подскочил доллар. Ну, понятное дело, все выходят в валюту, в кэше, повышенный спрос на доллар, доллар, соответственно, укрепляется. Это вот почему, почему мы сейчас видим усиление доллара, да, вот такое, которое выше вроде бы и с коррекцией выбирается и вроде как-то появляются наметки на какой-то вот бычий тренд. На самом деле, очень сильно сейчас доллар, на мой взгляд, растет, он должен немножко скорректироваться. Вот что нужно по вчерашнему заявлению, да, вот если вкратце вот так сложить все, да, в какие-то конкретные выводы. И вот что вообще ожидать дальше, вот из вчерашнего выступления. Понятное дело, выступил, ну и что, да. Смысл такой, что Центральный банк США у нас вот этот, дал понять, дал сигнал, что он вот эту ставку, то, что она двигается вверх, они отпускают его в свободной плавни. Они не собираются никак противодействовать этой тенденции. То есть получается, как бы, если вот послушать его вчерашнее выступление, там даже вот, как бы, ну, необходимого минимума не было, никаких даже вербальных интроверенций, что мы следим внимательно за движением в ставках, при необходимости мы отреагируем, если мы видим избыточный рост. даже вот этого не было, то есть вот этого минимального каких-то заявлений, которые бы успокоили рынок, их не было. И сейчас, сейчас ничего не сдерживает рост доходности десятилетних трежерис дальше вверх, в сторону, там у нас 2% есть, это следующее сопротивление, да, долгосрочное, которое там находится. Ничего не сдерживает вот это движение вверх сейчас. Центральный банк США четко дал понять, что они будут стоять на своем, они вмешиваться не будут, ну растут дальние ставки, ну и пусть растут. Собственно поэтому, так как мы уже, у нас есть реакция в рисковых активах, мы ее видели, у нас фондовый рынок снижается, когда, особенно тех секторов, когда этот растет. У нас сейчас сложно, сложно на фондовом рынке надеяться на какой-либо вот отскок. Фундаментально, да, все располагает к росту, я как бы и продолжаю придерживаться той точки зрения. Но вот так как вот этот уникальный риск появляется, непонятное дело, как они еще далеко могут, сколько еще бондов могут, как сильно может распродажа на рынке казначейских облигаций вести себя. Непонятно. И собственно поэтому и у фондового рынка не особо как бы много стимулов. Сейчас какой-то отскок организовывают, да, какие-то агрессивные продажи, там люди не торопятся, да, инвесторы не торопятся это делать, потому что непонятно, где здесь потолок, сколько еще, какой еще нужно, может быть, скачок здесь быть, да, и что будет этим катализатором, который дополнительно еще фондовый рынок может вот так обрушить резко, такие движения вниз резко организовывать, да, как вчера мы наблюдали. Непонятно. Вот собственно поэтому, ну, сложно сейчас рассчитывать на быстрый отскок, поэтому желательно, желательно подождать немного перед покупками, посмотреть, будет ли здесь какая-то стабилизация, будет ли здесь, не знаю, там двойная тут вершинка какая-нибудь, все это будет предел. Это просто вчера избыточная, чрезмерная реакция на выступление Павлова была и все, как бы отыграли, получается, да, новость отыграли Павлу, ну и все, ну и будет как бы, да. Вот непонятно пока на самом деле, будет ли здесь дальше раздоходность или нет, но вот то, что есть риск, что дальше пойдет распродажа на рынке модов, дальше номинальные ставки будут ползти вверх и это будет давить на рынок, это вот эти опасения, они сейчас не покидают, естественно, они сейчас вкрапливаются в рыночные настроения, поэтому сложно, сложно ожидать сейчас быстро и оскокать. Я бы хотел очень увидеть, я вообще рассчитываю на это. Вот. Собственно, на что нужно обратить внимание, чтобы оценить, что будет дальше с доходностью. На следующей неделе у нас состоится аукцион, крупные аукционы 10-летних и 30-летних казначейских облигаций. Они будут у нас 10 и 11 марта, я сейчас их найду, они обычно вечером у нас происходят, по ним нужно будет смотреть, вот что вот по этой доходности. Как? Если там будет, если будет выше вот этого значения, сильно выше, там, точнее, даже не этого, там уже полтора процента, у нас, плохо инвесторы запереварят, плохо если рынок переварит новый, новый приток, новый аукцион, ну, плохо если разыграет на новом аукционе банды, они очень хорошо, дешево они уйдут, вырастет доходность, это, естественно, будет нам говорить о том, что не хотят, нет спроса нормального в бандах, не хотят инвесторы покупать банды, нужно будет посмотреть там, что у нас зарубежные инвесторы, как они покупали банды, ну, вот отдельные категории лиц, какой они спрос на банды формировали, в общем, нужно будет посмотреть, чтобы понять, потом вот 10 и вот 11 у нас будет 30-летний, дальние облигации, мы же про них, да, говорим, вот, собственно, их будет разыгрывать, продавать на аукционе, мы вот посмотрим, собственно, как рынок переварит, как он будет абсорбировать этот крупный приток облигаций, крупное предложение облигаций, которые вот на аукционах у нас появятся, вот, за этим нужно следить по, что касается бандон, что еще вот касательно доходности нужно упомянуть, вчера у нас, как вы знаете, принималось решение ОПЕК, и он подлил масло в огонь, вот интересно совпали два вот этих, получается, катализатора движения, которые сильный, получается, вот здесь скачок вызвали, вчера у нас ОПЕК принял решение не торопиться, да, с повышением добычи, ну, вы, наверное, знаете, уже об этом читали, видели, и нужно иметь в виду, у нас дорогая нефть, это растущие издержки в экономике, понятное дело, потому что нефть это базовый товар, который везде используется, понятное дело, ОПЕК не продлевает ограничения добычи, у нас сразу там по нефти, да, вы видели, уже 65, 65,5, почти 68, она продолжает очень сильно расти, вчера я писал о том, что вот если ОПЕК, они принимают решение продлить добычу, это не одного дня моментум, потому что это очень большой сюрприз, потому что консенсус был такой, там, ну, чуть ли 80 на 20%, что 80% они будут снимать ограничения на добычу, потому что нормально уже цены выросли, надо повышать постепенно, рынок уже готов, да и спрос растет, как бы, постепенно нужно, да, повышать предложение, постепенно нужно добывать больше, да, пока, там, американцы не восстановились, пока что сланец не восстановился, нужно повышать добычу, нужно что-то делать, да, но нет, нет, ко всеобщему удивлению, ОПЕК решает не торопиться с повышением добычи, и понятное дело, у нас есть вот моментум в нефти, растет нефть, растут издержки в экономике везде, понятное дело, инфляционные ожидания сразу взлетают, инфляционные ожидания, помним, они как раз таки входят в качестве слагаемого в номинальную процентную ставку, и это еще вот дополнительный катализатор произошла синергия вместе с выступлением Павла, у нас вот дополнительно это служит, толкает инфляционные ожидания, в том числе в США, вверх, и, понятное дело, толкает номинальную вот эту ставку, вот, но, но нужно вот, что иметь в виду, у нас коррекцию, я вот об этом говорил, вот сейчас очень внимательно, у нас коррекцию вызывает не сам рост вот этой доходности, не сам рост, а вот такие вот скачки, резкие скачки, которые в течение одного дня, двух происходят, они вызывают коррекцию, вот здесь, да, мы можем вот возразить, вот здесь у нас, вот она росла доходность, можно вот как бы перейти еще на больше теймфрейм, вот, пожалуйста, у нас, вот здесь происходил доходность, рост в рост, да, долгосрочная доходность, рынок разве корректировался? Нет, не корректировался, это происходит тогда, когда у нас растет волатильность, вот, вот в этих изменениях, волатильность, То есть, когда очень быстро происходит прирост в этой доходности, и за счет этого только рынок теряет равновесие. Если у нас постепенно будет ползти доходность дальше век, это будет говорить о том, что это естественно, потому что у нас восстанавливается экономика, поэтому норма доходности в экономике должна расти. И получается долгосрочное стоимость заимствования, она также должна расти, потому что растет спрос на инвестиции, растет спрос на займы получается, и поэтому, так как экономика восстанавливается, и поэтому производительные ставки также постепенно будут расти, и долгосрочное стоимость заимствования также постепенно будет расти. Это нормально, но когда резкие движения происходят, то да, когда резко вырастает полотенец, тогда рынки негативно реагируют. Собственно, поэтому, если мы сейчас увидим здесь стабилизацию, если не будет опять новых скачков, пока катализаторов нет, фондовый рынок пока так же у нас поколеблется. Я надеюсь, в районах 3700-3150 после некоторой консолидации, затем можно будет рассчитывать на какой-то там, ну может быть вот здесь, да, вот до этой поддержки максимум что-то дойдет, да, и вот здесь уже как бы какой-то будет оплот, да, для формирования роста. Вот, собственно, я вот на это на самом деле надеюсь, потому что фундаментально как бы, ну, нет смысла, нет поводов для коррекции сейчас, потому что товарные рынки растут хорошо, потребительский спрос в США очень высокими темпами растет, есть сейчас ринг-тур, да, пока что очень хорошие данные, ну, как бы, еще и фискальные стимулы, да, к тому же. Ну, просто я не знаю, почему, почему здесь нужно корректироваться, когда по сути ожидание положительное, ожидание дальнейшего роста у нас, выручки у компаний и так далее. Да, у нас вот отдельный риск реализуется и вот рынок, собственно, корректируется, вот, но фундаментально как бы я не вижу поводов для распродажи широкой рынка. Вот, по отчету non-farm payrolls, да, который у нас намечен на сегодня, вот здесь 182 тысячи прогноз, вчера, вчера у нас Павел заявил по рынку, да, очень важное заявление, у нас, он заявил, что рынку туда еще очень долго восстанавливаться, пока мы достигнем какого-то существенного прогресса, когда вот, естественно, стабилизация на рынке тогда появится, когда не просто безработица снизится, а когда еще повысится уровень участия в рабочей силе, это второй важный показатель, кроме безработицы, который как раз таки показывает действительное, будем так говорить, ну, очень грубо, да, вот, то, что, каково реальное безработица в экономике. То есть безработица только у нас ловит, учитывая тех, кто ищет работу, но у нас очень большое количество людей в США, которые получают пособия различные пандемические, которые пока нет стимулов выходить на работу, они безработные тоже, и они как бы тоже вышли бы на работу, если бы им не платили пособия, но они безработные. Собственно, они не учитываются в категории безработных, они вот, уровень участия в рабочей силе, такой из показателей, можете его забить, посмотреть, он как раз таки очень низкий после пандемии, он плохо восстановился, вроде безработица сильно, хорошо упало, но уровень участия в рабочей силе низкий. И Павел четко сказал вчера, что, вот такой момент, пока вот там не будет улучшения значительного, можно не ждать повышения ставок, мы не будем никак реагировать на рост рабочих мест, это не будет провоцировать нас на изменения в монетарной политике, на дискуссию даже об изменениях в монетарной политике. Собственно, поэтому сейчас, если вот здесь у нас какое-то позитивное фактическое значение выходит выше прогноза, на мой взгляд, для американского доллара это будет катализатор роста и для номинальной процентной ставки это будет также катализатор для дальнейшего повышения вот здесь. Почему? Потому что сильный рынок труда, еще один толчок первый для инфляционных ожиданий. С другой стороны, это никак не меняет, сильно отчет труда, никак не меняет ожидания по политике ФРС, то, что надо будет повышать ставку. Из этого следует, что, ну, ничего не держат номинальные процентные ставки, да, для движения опять вверх, ничего их не держат. Собственно, поэтому, вот если мы видим сегодня по отчету хорошие, солидные цифры, то вот доллар еще чуть-чуть может, я считаю, порасти, ибо здесь еще может быть движение вверх, а фондовые рынки, соответственно, немного вниз могут на этом еще скорректироваться. Вот такой вот расклад на сегодня. Я желаю вам хороших выходных. Заканчиваю я обзор на сегодня. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вывоком, пожалуйста, под видео. Мы это с вами обязательно обсудим. Не забудьте поставить лайк или дизлайк, показать вашу реакцию на данное видео, чтобы понять мне, что еще снимать, в какую сторону нам не совершенствоваться. Ну и не забудьте подписываться, если вы хотите видеть новые выпуски нашей программы аналитической. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго. Торгуйте профит.